Добро пожаловать на урок номер 9 школы Roblox 2020. Сегодня мы с вами разберем решение первой части домашнего задания с прошлого занятия и изучим что-то новое. Что-то новое это будет создание Vendable Events, создание событий. Про события, которые происходят с нашими объектами, мы уже с вами говорили. Мы использовали пока с вами только события Touched. События есть в любом парте нашего Workspace. Мы используем это событие, когда добегаем, касаемся какой-то кнопки. Добежали мы до этого парта и произошло событие Touched. А что если мы хотим дотронуться издалека? Вот смотрите, у нас Dodge стоит на мостике. Я хочу сделать этот мостик, как вот эта кнопка. Дотронулся до моста и он исчез. Вот как я, не сходя с места, могу дотронуться. А давайте сделаем искусственное событие. Добавим это искусственное событие в мост. Я его уже добавил. Ну как домашняя заготовка. Давайте теперь покажу, как это делается. Нажимаем плюс. Ну вы выбрали, конечно, парт. Нажимаем плюс. Давайте я впечатлю бинд. Тут нам событие, event предлагают и функцию. Функцию мы еще с вами пройдем. Это классная штука. Она очень похожа на те функции, которые мы уже с вами умеем определять в скриптах. Так. Ну мы выбираем в данном случае событие. Так, добавилось. Видите, по умолчанию имя, event. Я сразу, я сделал то же самое до записи урока. Просто переименовал в более осмысленное имя. CheckButtonEvent. Событие, которое проверит, должно проверить нажатие кнопок. У нас есть первая, вторая, третья кнопка. Так, давайте я вдавлю этот event, который я сейчас для демонстрации задавал. Вот. Окей. Так. Как теперь реагировать на нажатие этого ивента? Сейчас мы находимся в скрипте моста. Почему мы зашли в скрипт моста? Давайте зайдем в скрипт кнопочки сначала. Вот у нас первая кнопка. Три кнопки я назвал одинаково почти. Button1.1, Button1.2, Button1.3. Скрипты у них внутри одинаковые. В каждой из кнопок. Отличие только в этой строчке. Ой. В этой строчке, вот в этой строчке. Я создал переменную, в которой находится номер кнопки. Это нам нужно будет, если мы будем делать сложную часть домашнего задания. Открываем домашку. Вот. Усложнение. Как сделать кодовый замок, чтобы мост появился или исчез, если успеть нажать кнопки в определенном порядке. Например, 3, 1, 2. Вот так. Поэтому я заранее посмотрел и каждую кнопку пронумеровал. Сделал внутри каждой кнопки переменную ButtonNumber. Ок. Здесь дальше идет ссылка на тот мост, который мы будем управлять. Дальше идет ссылка на событие, которое мы только что создали у этого моста. Смотрите. Я не стал здесь прописывать опять пункт до моста. У нас же его в переменной есть. Поэтому я написал просто Bridge.CheckButtonEvent. Да, вот все правильно. CheckButtonEvent. Теперь нужно к этому событию, нами созданному, как-то подключиться. А подключаться точно так же. Так, так, так. А, мы еще находимся в кнопке. Мы к нему не подключаемся. Мы его запускаем. Подключаться мы будем внутри скрипта, который управляет мостом. А здесь мы просто запустим Fire. Fire – это кто играл в игры. Огонь. Пли. Значит, запусти. В данном случае мы нажимаем на нашу кнопку. Дотронулись до нее. Смотрите, скрипт это совершенно нам знакомый. Кулдаун, как на прошлом уроке. Это чтобы кнопка нажатая была 3 секунды. Добавлено свойство в эту кнопку, которое нам демонстрирует, нажата она или нет. Помните, как добавлять эти свойства? Вот у нас кнопка. Да, вот она на рабочем столе. Кнопка. Нажали плюс. И вот, ну давайте еще раз продемонстрирую. Плюс. Пишем. Можете, конечно, пролистать, но я просто ввожу то слово, которое есть во всех свойствах. Value. Значение. Так. И сюда мы добавили, например, булт. Да, буллиант. Окей. Вот добавилось Value. Я его переименовал в Ispressed, чтобы не путаться. Так, удаляю то, что я вам сейчас. Ага, вот. Все кнопки, посмотрите, совершенно одинаково выглядят. У них скрипты одинаковые, одинаковые наклейки, одинаковое свойство Ispressed. Это очень важно. Если вы что-то хотите потом обрабатывать в цикле или как-то по-другому, ну какие-то подобные объекты, они все должны, в принципе, иметь одинаковые свойства. Так будет лучше с ними обращаться. И вам будет тяжелее запутаться. Так, ну и как вы поняли, я не знаю, наверное, не показывал, скрипт второй кнопки открываю, то же самое, что и в первой кнопке. Отличие только в этой строчке. Button number 2. Открываем скрипт третьей кнопки. Все то же самое, как в предыдущей, только button number 3. Окей. Будем разбираться на скрипте от первой кнопки. Потому что они все одинаковые. Итак, что же происходит? Я покажу. Вот этот текст вы, наверное, весь знаете. Кроме... Да нет, вы весь знаете. Ну вот кроме того, что мы получили ссылку на событие того моста. Не обращайте пока внимания. Так. Понятно. Здесь debounce у нас идет. Здесь мы меняем прозрачность кнопки, чтобы она полупрозрачная была. Здесь мы посылаем... Про это я сейчас четче расскажу. Команду мосту. Нажали сюда. Команда пошла в наше событие. Check buttons event. Так. Ну а дальше. Кулдаун. Ожидаем в кнопке, чтобы она через некоторое время, а именно через 3 секунды, опять вернулась. В той, которая была. Ну и возвращаем в добавленное событие... Ой, не событие, извините. В добавленное свойство express. Заносим ложь, что она уже не нажата. Ну и возвращаем прозрачность и так далее. Наклейки и самой кнопочки. Ну и все. А здесь мы подключаемся к событию touch нашей кнопки. С помощью connect. Включаем вот эту функцию. Так что когда кто-то трогает нашу кнопку... Ну я не знаю, я это уже в течение 3 уроков объясняю. Надеюсь, сейчас побыстрее объясню. Но нас волнует вот эта вот кнопка. И почему я это сделал? Можно было обойтись без всяких биндейбл ивентов. Кстати, есть документация, и мы к ней сегодня обратимся. Биндейбл ивент. Когда мы хотим создать какое-нибудь событие, типа как будто дотронулся или еще что-то. Для чего это можно использовать? Например, мы делаем... Ну это я так фантазирую, конечно. Например, мы делаем игру большую. И вы делаете главного героя волшебником или гипнотизером. Который может протянуть руку вперед и кого-то там загипнотизировать. Вы каждому из врагов, который подвержен гипнозу, вы можете добавить события. Вот такое, например. Чек гипноз. Проверь. Или реакция на гипноз. Когда мы нашим игроком с помощью какого-то тула или еще чего-то кастуем гипноз, мы получаем... Мы, кстати, в каком-то уроке, надеюсь, скоро будем делать первое оружие, которое будет лучом стрелять. Так вот, например, гипноз это тот же самый луч, просто он невидимый. И когда луч доходит до какого-то злодея, мы смотрим, у злодея есть событие или нет. Мы можем даже не смотреть. Мы можем попробовать запустить это событие. Запустили. И если внутри скрипта этого злодея описана реакция на гипноз, он там либо остановится, либо, я не знаю, либо станет вашей марионеткой. Ну, как вы захотите. Для этого нужно еще учиться и учиться. Итак, а в данном случае мы сделали проще. У нас событие в мостике. Bridge 0. Вот это событие. И мы должны послать команду. Давайте запустим. Я не знаю, показывал я вам. Просто я тоже с нескольких дублей пишу. В этом уроке показывал. Так. Собачка стоит. Додж. Как индикатор того, что мост исчезает. Ок. Все нормально. Ну, точнее, как нормально. Домашка не сделана. Мост должен исчезнуть или появиться только, когда все три кнопки нажаты. А тут получается при нажатии первой. Но это исправим. Так как мы с вами еще не изучали циклы. Я подумал, что здесь, если мы будем обычным способом решать эту задачу, у нас очень много будет всяких условий if и так далее. А почему бы не вынести проверку на нажатость кнопок, первый, второй и третий, из нашей кнопки, прям в мост. Я сделал в мостике простой скрипт. Сейчас в нем никакой логики особо нет. Она очень похожа, эта логика, на нажатие кнопки с помощью touch. Единственное отличие, мы не к touch-event привязываемся, а мы привязываемся к нами созданному bendable event, который мы только что добавили в наш мост искусственно. Мы назвали его как хотели. Ну понятно, скрипт parent, скрипт находится внутри нашего бриджа. Бридж 0. Значит вместо скрипт parent можно написать game.workspace.bridge0. Дальше идет check button event. И вот дальше обязательно не забудьте не сразу писать двоеточие коннекта, а нужно написать двоеточие event. Про это можно узнать в документации. Тут в примерах посмотрите. Все. А все остальное дальше работает как при прикосновении, как touch. Здесь мы тоже указываем функцию, которая выполнится и так далее. Здесь я печатаю параметр, есть у функции. В него приходит число. Это число, это номер нажатой кнопки. Как же мы передаем число в наш check button event? А все очень просто. Давайте посмотрим, вернемся в код нашей кнопки. Под вот этой кнопочкой. И смотрим. Мы здесь запускаем event. Как будто с помощью функции fire. Это функция, но это тоже не я придумал такое название. Функция fire это означает запускай. Поли. Пли. Если вы играли в военные игры. Итак, мы запустили event и передали в этот event какое-то значение. А какое значение? Button number. Вот у нас здесь написано переменная. В button number у нас номер кнопки. Так что если мы посмотрим скрипты второй и третьей кнопки, там у нас будет здесь цифра 2, а в третьей будет цифра 3. А так код совершенно одинаковый. Итак, с помощью этой команды event fire вы можете упростить кнопку, можете все это убрать. Сами экспериментируйте. Все будет работать. Так. Мы посылаем номер кнопки. И он приходит вот сюда. Он приходит в ту функцию первым параметром, которая присоединяется к событию checkButtonEvent. Тут кто-то может быть думает, зачем мы с этими событиями связались? Ведь можно все в цикле сделать. Например, в цикле моста, здесь делать в конце цикл бесконечный, который будет все время. Мы, кстати, циклы не проходили, поэтому я и не использую. В цикле мы можем все время проверять. А если кнопка нажата? А если вторая нажата? А если третья? О, все нажаты. Давайте мост тогда изменим. Но на самом деле с циклами это не очень хороший стиль кода. У вас получается, игра работает, у вас таких мостов на плейсе может быть сотня. И каждый мост постоянно думает, 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 проверяет, а кнопки нажаты, а кнопки нажаты, а кнопки нажаты или не нажаты. А мы делаем хороший стиль. В более хорошем, правильном стиле для быстродействия, для роботса пишем. Мост у нас ничего не делает. Он только ждет, когда произойдет событие. А это событие происходит, CheckButtonEvent, только когда мы нажали на кнопку. И когда только можно это сделать. Вот оно здесь происходит. Получается, мост, даже если у нас их сотни или тысячи, все эти мосты, если они похоже запрограммированы, если у них похожие скрипты, они ничего не делают. Они просто на поле и ждут команды, когда придет событие, когда будет fire событие. Поэтому не нагружается совершенно процессор компьютерный, не тратится память лишняя и так далее. И игра в целом работает быстрее. Так что это очень хороший стиль. Можно, наверное, сделать как-то еще лучше. Если как еще лучше, можно сделать, если кто знает, пишите мне в комментариях. Пообсуждаем. Реакция. Окей, послали. Так, почему у меня так коротко написано событие? А на самом деле вот, я полностью написал. В бридж у меня путь указан до моста бридж 0. Вот в этой переменной бридж он находится сейчас вот здесь. И дальше дописываем через точку check button event. Окей, можете целиком написать. Вот здесь в событии хотите. Но мы же умеем пользоваться переменными. Зачем нам усложнять и писать очень много текста. Так. Давайте теперь посмотрим, что же происходит в мост. Что происходит. Приходит вот это число первым параметром. Мы печатаем на экране. Это у меня здесь текст. Да, вот. Event fight. Значит, запустили наше событие. Через запятую печатаю число. Число 1. Это я на первую кнопку нажал. Сейчас, если я запущу и понажимаю на вторую, на третью, здесь будет просто меняться 2-3. Окей. Нам нужен сам факт, то что кнопка нажата. Здесь debounce. Чтобы для моста тоже нужен debounce. Потому что, ну в каких-то случаях вам этот debounce, чтобы защита от дребезга, он может быть и не нужен. Но я на всякий случай сделал. В мосте мост напоминает нам кнопку. Вот если вы сравните текст, исходник этого решения домашки вы сможете скачать сегодня вечером или завтра. Ссылка уже будет под этим видео. Так. А вот этот код, он просто, мы тоже с ним уже сталкивались. Он просто переключает мост. Он смотрит. Если по мосту можно ходить, то тогда он мост делает прозрачным. И делает так, что по мосту нельзя ходить, будешь проваливаться. Иначе else. Иначе мы наоборот восстанавливаем. Но опять условия. Давайте это проверим. По мосту можно ходить? Нет. Например, сейчас нельзя ходить. Окей. Тогда мы попадаем сюда. Когда мы восстанавливаем мост, он полностью видим, он не прозрачен. И снова разрешаем ходить по этому мосту. В свойства моста can collide. Заносим true. Он опять становится таким жестким, что собачка бы с него не упала. Дальше кулдаун обычный. И debounce возвращаем. Перемену специально так назвал. Дальше. Отличие. Отличие от нашей кнопки. То, что мы подключаемся к нашему событию. Вот это событие, которое мы сами создали. Не забудьте здесь написать точка event. Потом подключить. И вызов этой функции. Все. Теперь, когда кто-нибудь пошлет команду нашему событию, а кто у нас может посылать команду этому событию? Эта кнопка, эта кнопка и эта. Я же вам говорил, что текст в этих кнопках один и тот же. Так. Ну, давайте еще раз запущу. Теперь следите за окошком. Вот здесь за output. Давайте посмотрим, приходит ли номер кнопки в событии. Нажали первую, да, вот единичка. Вторую, вторую нажали. Третью. И видно, что кнопки возвращаются. Да, вернулись к своему нормальному состоянию. Окей. Так. Давайте теперь добавим нашему мостику мозги. Мостик у нас глупенький, к сожалению. И сейчас какое бы событие, какое, какая бы кнопка нам не прислала событие, у нас мостик сразу переключается. Дебаунс. Да, тут с дебаунсом. Возможно, его придется отключить. Давайте я временно отключу. У меня подозрение, как его отключить. Вот так. Закомментировал. Сейчас у нас стал скрипт еще проще. Если приходит какое-то событие в наш мост, мы пишем просто номер кнопки. Так. Можно даже написать по-русски. Кнопка такая-то. Так. Вот здесь мы должны написать условия. Условия составное. Если оно if then end так, давайте я так правильно и переключение моста туда-обратно из прозрачного в непрозрачный вставил внутрь. Так. Ну, мы здесь должны написать вместо единички, мы должны сложно написать какое-то условие. Посмотрите, как я себе облегчил работу. У нас есть кнопка первая, вторая, третья. Я занес ссылки на кнопки в B1, B2, B3. Давайте здесь напишем. Если B1 is pressed and это означает и будем еще смотреть. B2 is pressed and B3 is pressed окей. Возможно, debounce нам немножко сейчас помешает для того, чтобы я эту домашку принял. Если бы вы мне прислали, я ее начал бы тестировать. Давайте посмотрим. Я сам еще не знаю. Возможно, будет нормально работать. А возможно, и нет. Так. Быстренько нажимаем первая, вторая, третья. А, ну вот уже что-то не сработало. Ага, ребята, я очень распространенную ошибку сделал. Я ее сам совершаю. Нужно написать value. Дело в том, что, посмотрите, вот этот express мы сделали в нашей кнопке первой. Давайте в ее свойства перейдем. А у нас галочка-то состоит в свойстве value. Окей. И мы это вроде на прошлом занятии разбирали. Я забыл записать. Записать. То, где хранится значение. Значение хранится здесь. Давайте сейчас еще код упростим. Мы же разбираемся теперь. нажали 2. Нажимаем 3. Ура! Сработало. Теперь нажимаем первую, вторую, опять третью, вторую, третью, вторую, первую, а третья уже отжата и ничего не происходит. Давайте я сейчас быстро опять пробегу. Первая, вторая, третья. Все, сработало. Итак, про debounce я даже не знаю. Давайте еще раз быстро проверяем. Возможно, debounce здесь и не нужен. Смотрите, как интересно. Если я успеваю, если кнопки по кругу бегаю, кнопки же отжимаются за 3 секунды и я бывает иногда быстрее, чем за 3 секунды успеваю еще раз нажать. Они у нас слишком близко. Но это не считая ошибкой. Все правильно. Все как по условию задачи. Никаких там debounce у нас не надо в месте. Давайте я даже удалю лишний код. Так, идите мне немножко удалил. Так, так, pulldown, debounce нам не надо. Ссылку на мост. Да, мы это используем. Ссылки на кнопки. Так, вот это вот сотрем все. Смотрите, какой у нас мостик простой. А давайте еще проще сделаем. А давайте я видите, один и тот же текст перенесу сюда, сюда, сюда. И теперь я могу написать вот так. B1, B2, B3. Зачем нам нужно дописывать каждый раз express.value если мы можем сразу в этих переменных в начале когда я значение получаю, я это делаю. Ну, кстати, у нас игра сейчас простая и мы ее тестируем в Roblox Studio. В настоящем сервере могли бы быть проблемы. Нам, ну, мы до этого еще дойдем. Там, возможно, этот скрипт уже загружен и запускается, так, 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 вот этот скрипт загружен и запускается, а вот это значение еще не подгрузилось в серверы Roblox. И тогда у нас этот скрипт может вылететь. Ну, в принципе, я сейчас сделал все так просто, что все должно работать даже на настоящем сервере. Давайте проверим еще раз. Все у нас работает. и так. И попробуем усложненную. Не сработало. Ага, ребята, все ясно. Ошибка. Так делать нельзя. Очень хорошо, что она у нас сработала. Дело в том, что если я дописываю здесь в конце value, она берет текущее значение. Это уже в переменной B1 здесь будет написано ложь, false. В B2 будет ложь, и в B3 будет false. И всегда будет здесь ложь, 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 ложь. Нам нужно все-таки оставить ссылку до нашего мостика. А иначе каждый раз не будет пересчитываться, не будет проверяться, есть там новое значение или нет. Я тоже попадаюсь в такие ловушки. Дело в том, что... Ну, посмотрите мои уроки лучше про переменные и про таблицы. Обязательно. Тогда поймете. В некоторой переменной присваивается значение, если значение простое, если там находится внутри какое-то число или какая-то строка или булева, истина или ложь. А в данном случае мы присваиваем сложный, мы присваиваем ссылку на объект. И в нашей переменной не сам объект хранится, а ссылка на него. Так что объект, он все время остается у нас в этой кнопочке. И в этой, и в этой, и в этой. Так, ну давайте запустим. Тем не менее, я сильно упростил скрипт. Пожарал второй, третий, первый. Сработало. Теперь еще раз делаем, и мост должен появиться. Отлично. Так, урок уже довольно долгий. Давайте, возможно, я сейчас закончу усложненное задание. Как сделать так, чтобы этот мост у вас уже есть исходный код, вам нужно на сегодня сделать домашку вот эту часть. Кстати, кто сделал домашку простыми, другими способами, те просто молодцы и герои. Но мы будем с вами двигаться потихонечку. итак, мы сегодня сделали вот это. Вам нужно в домашке сделать давайте домашку переменую даже домашка 9. Вам в домашке нужно сделать вот это усложненное. Как сделать кодовый замок, чтобы мост появлялся или исчезал? Если успеть нажать кнопки в таком порядке 3, 1, 2, 3, 1, 2. Если вы будете бегать так 3, 2, 1 или 1, 2, 3 и так далее, то мост не будет реагировать на ваши нажатия. Так, на этом все. Шлем донаты, нажимаем колокольчик, подписываемся, пишем вопросы в комментариях. Пока.